Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Я вас всех приглашаю на канал. В саду Левогороди, как всегда, с вами Юлия Миняева. И наступил тот долгожданный момент, когда мы начинаем, что это? Ну, конечно же, делать какие-то заготовки. Но сегодня мы будем делать не заготовки, а супер-быстрые, супер-элементарно-простые, без всяких измерений, замерений. А будем делать малосольные огурчики. Что же нам для этого потребуется? Это трехлитровая банка. Я делаю всегда в трехлитровой банке, потому что огурцы очень вкусные, улетают просто на ура. Всегда сделаете перерасчет, допустим, на полтора литровую банку. Но я все-таки советую делать в трехлитровой. Что потребуется? Это, конечно, огурчики. Вот чем мельче огурцы, я хочу сказать, тем они вкуснее. Вкуснее в заготовках, вкуснее в еде. Такие огурчики всегда просто очень быстро съедаются. Небольшие. Вот даже вот я вам покажу. Вот такой огурец. Это уже большой огурец. Дальше. Это укроп. Вот. Зададите вопрос, где взять укроп, если у меня нет огорода. Сейчас на рынке продаются прям пучочки. Все для консервации. Отправляетесь на рынок и покупаете такой пучок. Значит, перец горошком. Это чеснок. Чеснока именно в малосольные огурцы я люблю положить побольше. Достаточно большая головка у меня уходит на трехлитровую банку. Лист смородины. Банка, как я сказала, трехлитровая помыта. Это пластиковая крышка. Вот. И соль. Соль немаловажное значение имеет в консервации. Всегда задают вопрос, какой вы солью пользуетесь. Вот сейчас я вам покажу. Вот такая соль. Соль крупного помола. Как раз на ней написано, что она годится для консервации. Эта соль всегда очень-очень чистая. Никаких грязных примесей нет. Вы даже если будете готовить маринад, вы не увидите грязной пленки. К сожалению, такое бывает. То есть соль очень хорошая, мне она нравится. Ну и все. И горячая вода, все гениальное намного просто. Так, что делаем? На дно банки начинаем выкладывать что? Это лист смородины. Я положу, вот я положила где-то таких листиков, наверное, 6-7. Берем укроп. Не надо ничего резать. Дорогие друзья, живем с вами намного проще. Вот так берем, взяли, вот так его поломали. Вот. И положили на дно. Укроп я поделила вот так, на две части. Вы поймете, для чего потом вторая часть. Теперь необходимо добавить чеснок. Не надо его измельчать. Мы берем и режем вот так вот, его прям сразу в банку. Вот так поступаем. На дно кладем чеснок. На половинки, на четвертинки. Минимум грязной посуды, это лучше всего. Так, порезали чеснок. Что делаем дальше? Дальше. Дальше необходимо положить огурцы. У огурцов я отрезаю кончики. Можете отрезать, можете не отрезать. Для чего я отрезаю? Потому что процесс именно засолки огурцов происходит намного быстрее. Поэтому я вам советую все-таки обрезать кончики у огурцов. Вы спросите, заливаю ли я их холодной водой? Нет. Это делать не надо. Принесли с огорода, помыли и все. Ваши огурчики готовы для малосоления. Изредка потряхиваем банку, чтобы они хорошо уплотнились. Добавляем перец горошком. Забыла вам сказать. Добавляю где-то 10 перчин, можно 20. Тем, кто любит острые огурчики, вы можете добавить острый перчик. Можно добавить. Тем, у кого дети маленькие, конечно, я не рекомендую добавлять острый перец. Я поэтому не добавляю у нас, если эти огурцы, с удовольствием внучка. Огурчики все сложены в банку. Вот так не забываем их потрясти. Теперь необходимо добавить соль. Соли на 3-х литровую банку мы добавляем 3 столовые ложки. Но 3 столовые ложки, если вы добавите вот с такой горкой, они будут немного, ну, можно сказать, солоноваты. Но те, кто любит не очень соленые огурчики, мы вот так с небольшой горочкой добавляем 3 столовые ложки. Раз, два, три. Теперь необходимо, вот как раз-таки для чего служит укроп, вторая порция. Я вам скажу, он служит, конечно, прежде всего для чего? Для того, чтобы наши огурчики не всплывали. Это своего рода гнет для огурцов. Вот так положили. Теперь необходимо огурцы залить крутым кипятком. Вот, видите, чайник кипит, и мы заливаем с вами крутым кипятком. Никакой рассол не надо кипятить, ничего. Все очень быстро, просто и вкусно. Надо время беречь, дорогие друзья. Вот так налили. Баночка должна быть полной. Дорогие друзья, вот такие крышки, капроновые крышки для холодного закрытия банок, они не подойдут. Нужна крышка вот такая, с бортиком, с толстым. Это крышка для горячего. Так как банка горячая, крышка хорошо-хорошо закроется. Теперь необходимо банку перевернуть, вот так, чтобы соль растворилась. И вот в таком состоянии банку оставить на столе до остывания. Как только, ну я обычно, допустим, если вы делаете утром, вот, то к вечеру, вот когда она остынет, мы тогда как поступаем? Мы эту банку берем, переворачиваем, вот так. Крышку можно эту, так как она будет тугая, заменить уже вот на такую крышку, потому что банку мы больше крутить не будем. И банку отправляем в холодильник. Через сутки эти огурчики уже будут готовы, и их можно есть. Кто любит более, чтобы они были соленые, ну подождите немного подольше, там, где-то полтора суток. Вот. Но обычно, вот, я делаю утром, и на следующий день мы уже эти огурчики едим. Огурчики получаются очень вкусные, хрустящие. И самое главное, все просто. Насыпали соль, залили кипятком, и все. Огурцы готовы. Хороших вам заготовок. Всем приятного аппетита. А с вами была Юлия Меняева на канале Восадули Покородин. Пока-пока.